Темный, страшный. У меня вообще такое ощущение, как будто я вернулся в 90-е. Когда я учился в Ницце, у кого-то ничего не поменялось. Мы уже, наверное, будем смотреть, кто больше прыгнет четверных. Не кто прыгнет четверных, а кто больше прыгнет четверных. Ну, я до сих пор говорю, ну, ваш любимчик, это Бережная, если хрулит заново, да никогда он не был моим любимчиком. Добрый день. Сегодня мы приехали к Оксане Казаковой, фигуристке, олимпийской чемпиона Нагана в парном катании. Сейчас она преподает в университете имени Лесговта. И у меня сразу первый вопрос, который возникнет не у меня одного. Неужели олимпийская чемпионка не заработала столько свою карьеру, что может нигде не работать, только отдыхать? Ну, заработала. Ну, я такой человек, что я не люблю сидеть без работы, без дела. Для меня на полдня ничего не делать, это страшно. То есть я большой тургоголик очень. И, конечно, мне нравится преподавать в университете, потому что кто-то из спортсменов, правда, те, кто сам прошел от группы НП, от первых шагов до олимпийской медали, все-таки это такой путь очень сложный, чтобы этот опыт передавался все-таки нашим студентам и будущим тренерам, потому что тренеров очень много, а специалистов мало. Поэтому мне хотелось бы, хочется здесь работать, чтобы было больше специалистов. Ваши студенты знают, что вы в олимпийской чемпионате? Конечно, знают, конечно. И они вот сейчас, вот сейчас у меня как раз четвертый курс, и они говорят, за что же нам, боженька, так, что же нам такое, мы сделали такое, что вы у нас оказались преподавать на нашем курсе. Вы нам дали столько знаний, причем эти знания не книжные, а не формулы, а все-таки из моей жизни. Антон Шантей сказал, что он ни за какие деньги не продаст свою серебряную медаль «Атланты». К вашему золоту нагана приценивались? Нет, вы знаете, нет. Для каждого спортсмена она бесценна. То есть вы не готовы с ней расстаться ни за какие деньги? Нет, конечно. Понятно, разные бывают жизненные ситуации? Это как мой ребенок, которого я, ну не знаю, 20 лет я его ждала, этого ребенка. Ага, то есть медаль как ребенок? Да, медаль как ребенок. Но мне ценнее медаль за чемпионат Европы даже, потому что… 96-й год, за два года. Да, потому что когда мы встали в пару с Артуром Дмитриевым, у нас случилась, у меня случилась очень серьезная травма. Что за травма? Разрыв связок правой ноги, что для парницы это очень… Все, конец думали? Мы думали, конец, но мои родители, Арту, Тамара Николаевна, Игорь Борисович Москвин, наш Урыв, они все меня дождались, все в меня поверили. Сколько вы восстанавливали? Я восстанавливалась 5 месяцев. 5 месяцев. Это очень много, и там как раз от нас все ждали, что мы сейчас увидим и все сделаем, но у нас были не очень удачные начало сезона, но чемпионат Европы мы выиграли, поэтому вот эта вот вера в себя и вера в меня, она иногда делает чудеса. Я надеюсь, ваши студенты знают эту историю? Конечно, да. Ну вот вы встали тогда в пару с Артуром Дмитриевым, он уже олимпийский чемпион, серебряный призер потом Олимпиады, вы оба с непростыми характерами, долго притирались, вот находили какой-то общий язык? Я очень долго, Артур не скандалил никогда, я не видела его никогда не с этим скандалящим, я притиралась очень долго, потому что меня хотели быстро подделать под ту партнершу, с которой катался… Раньше, да. А это абсолютно не в моем характере, я должна быть единственная, неповторимая, и вот только я такая. Я очень долго этому сопротивлялась, чтобы было немножко глупо, потому что можно было двинуться как-то быстрее, но поскольку Артур очень мудрый человек, он нашел ко мне тот подход, при котором мне потом уже даже не хотелось ничего выяснять, а просто я понимала, что уже есть совместная работа, у нас есть всего три года, это очень мало для парного катания, чтобы скататься. Но Артур остался именно для победы, потому что он хотел у тебя победить. Да, да, и он выбрал, как я потом его спрашивала, и вот другие спрашивают, говорит, почему тебе давалось много партнерс уже готовых, потому что у Оксаны было такое желание победить, что не было ни у кого. Но вы были, выпали на пять месяцев, вы не боялись тот момент, что Артур уйдет? Я боялась, ему предлагались другие партнеры, он сказал, что я с ней готов победить, и она готова побеждать, поэтому он меня дождался. Вы на тот момент были замужем, Артур был тоже женат. Ваши вторые половины не ревновали к вам все-таки? Вы много времени проводили вместе. Мне кажется, мой муж не очень ревновал, потому что все-таки он мужчина, а все-таки Таня, мне кажется, тоже ревновала, да, потому что все-таки женщины, мне кажется, ревнуют больше к женщинам. Ревновала беспочвенно. Конечно, беспочвенно, конечно. Она приходила на тренировки, смотрела? Обязательно, да, она приходила, смотрела, да. Это же тяжело очень психологически, когда тебя сверлил глазами. Ну, наверное, надо было работать. Понимаете, много свободного времени. Я считаю, когда человек ревнует, значит, у него много свободного времени, что есть об этом, когда подумать. Потом никто никогда не давал никаких поводов. Ну, по крайней мере, ко мне поводов никаких не было. Но ее отпустило в какой-то момент? Или все-таки она до конца вот так была? Ну, в какой-то момент они развелись, поэтому я не знаю причин. Вот мы идем по одному из коридоров, да, университета Лесгота, кажется, такой темный, страшный. У меня вообще такое ощущение, как будто я вернулся в 90-е, вот когда я учился в университете, кого-то ничего не поменялось. А почему нет ремонта, кстати? Мы поднимались по лестнице сюда, она такая подразбитая. Ну, это вопрос никому. Может быть, хотят сохранить тот дух и то сданное, первозданное, да, чтобы студенты, каждое поколение студентов возвращалось все-таки во времена еще самого Лесгота. Петро-Франция еще. Ну, нигде батареи не рушатся? Да нет, нет. Ну, пытаются потихонечку где-то что-то, потому что очень большая территория, конечно, за ней следить, наверное, очень тяжело. Это же Министерству спорта, да, подчиняется? Я думаю, что база в Кавголово, она подчиняется Министерству спорта. Я думаю, что тоже... Можно обратиться, попросить, ну, смотрите, какое спортивное учреждение, с какой историей, с какими преподавателями. Ну, мне кажется, что надо как-то подумать и выделить какое-то финансирование, чтобы привести его вид. Ну, я не приглашала, она специально для этого. Да, это уже от меня лично просьба. Министерству спорта Колобкову, не знаю, может кто-то еще подключится. В университете Лесгота кроме вас еще есть олимпийские чемпионки, преподавательницы или чемпионы? Юрий Кашкаров, биатлон, Любовь Егорова, она проректор по спортивной части. Да, она тоже здесь бывает? Да, она тоже здесь, да, бывает. Алексей Николаевич Мишин, заведующий кафедр фигурного катания. Это номинально он здесь или все-таки тоже? Нет, он бывает, он ведет студентов, у него там магистра, да, Карелин, Крылов, пловец. То есть есть какая-то плеяда, которая здесь как бы... То есть вы не одна? Нет, я не одна. Ну и женщин я одна. Ну и женщин вы одна? Женщин, по-моему, я одна, да. Ну вот Любовь Егорова еще. Любовь Егорова, да, конечно. Вы знаете, я когда готовился, так подумал, что у вас получилась такая же история, как с Евгением Медведевой. Очень интересно. Олимпийская история я имею в виду, потому что у Тамары Москвиной было на тот момент две пары. Так. Вы с Артуром Дмитрием и Еленой Бережная, Антон Сихарулиза. Да. Вступает олимпийский сезон. Вы проигрываете им финал гран-при. Да. Ну, может, не так страшно. Приезжайте на чемпионат России. Третий, впереди, опять же, Бережная Сихарулиза. Потом чемпионат Европы, месяц до Олимпиады, вы снова проигрываете этой паре. Да. Вот. И получается волное ощущение, что вот пришли такие выскочки, юные совсем ребята, и сейчас они заберут вашу Олимпиаду. Но я себе сказала, что я... Почему кто-то может, а я не могу? Угу. То есть я себе сказала... То есть у спортсмена очень важно, что он себе говорит и какая у него своя мотивация. Сказал, ну, 20 лет... У них еще будет время. А у меня уже не будет, поэтому 20 лет я не отдам никому. Через 4 года они действительно стали Олимпийским чемпионами. Да, да, да. А как вы вообще делили лед с главным конкурентом? Потому что тоже Медведева и Загитова катались в одной группе. Через какое-то время Тамада Николаевна поняла, что уже это становится, наверное, невозможным. Тяжело. Мы катались 45 минут с ней, потом на второй лед выходили Бережная и Сихролидзе. Все вызвалили? Да, да, нас вызвалили. Но мы очень много еще работали с Игорем Борисовичем Москвиным, и он как-то умел тоже меня отвлечь от этой какой-то ревности, что ли. Ревновали? Я ревновала, да, потому что я опять же говорю, я должна быть одна, единственная неповторимая. А Тамара Маскина давала как-то понять, на кого она делает ставку все-таки? Ну, я до сих пор говорю, ну, ваш любимчик, это Бережная и Сихролидзе, она, да никогда он не был моим любимчиком. Мне важно было, чтобы две пары, я привезла две пары. Но это очень здорово, потому что это я уже потом понимала с возраста, что конкуренция рождает, наоборот, такой делает шаг у спортсменов вперед, наверх, просто гигантский шаг. Потому что, когда нет конкуренции, это деградация начинается. Вы выигрываете короткую программу в Нагана. Я не знаю, что делать. Наступает время произвольной программы, катает ее Бережная и Сихролидзе, падают. Вы выходите последними, все, катайся чисто, и у тебя олимпийское золото. Было страшно в тот момент, что сейчас можно все сорвать, все четыре года. Было страшно так, что, вот есть выражение, душа ушла в пятки, вот сердце ушло в пятки. Вот я на себе это почувствовала. И когда зашла ко мне там она коварная раздевалка, я говорю, я не пойду. Она говорит, как не пойдешь? Я говорю, я не пойду, мне страшно. И что она сделала? Опять же, какие-то психологические приемы. Я себе сказала, что Оксана, дорогая, ну ты что, ты что, спятила, что ли, совсем? Куда тебя несет, соберись, ты все-таки спортсменка. Олимпийские игры, наверное, не так тяжело физически, как тяжело все-таки психологически. Особенно фигурное катание, такой вид спорта, где очень тяжело психологически. А когда отпустила? Когда вот в кровавочий налет? Когда я встала в первую позу и сделала первый прыжок, я поняла, что я выиграла. Все равно, да? Будь, да, вот такая самонадеянная, но я поняла, что исполнив первый прыжок, я, ну если уж что-то такого несложно, но я поняла, что все, это катает победителем. А когда закончили прокат, вот все, остановились, музыка закончилась, вы понимали, что выиграли? Или все-таки оценки судящим обладают? Нет, я понимала, что это да. Что это победа? Да. И когда объявили оценки, вы заплакали? Это была такая реакция? А мне Тамара Николаевна говорит, плачь, плачь, что ты не плачешь? Я говорю, а что плакает она? Так выиграли. Елена Бережна и Антон Чехарулиза поздравили вас? Конечно, конечно. Да, то есть все нормально? Не, не, у нас были абсолютно нормальные, ровные отношения. Мы потом здесь зажигали в клубе метро, по-моему, там пять дней, понимаете, все вместе. После возвращения с Нагана. Да. То, что Артур Дмитриев завершил карьеру после Олимпиады в Наган, это было понятно все-таки. Он так и собирался уйти победителем. Но то, что вы ушли в 23 года, тогда не очень поняли это. Все-таки, да, на пике, но тем не менее. Ну, конечно, я только почувствовала, что такое вкус фигурного катания. Конечно, я понимала... Вам уже еще было со чемпионкой мира. Да, мне очень хотелось дальше кататься. Очень хотелось. Но я понимала, что я не могу заставлять или требовать что-то от Артура, потому что, ну, правда, ему это достаточно. А другой партнер? А не нашлось того лучшего. Потом, поскольку я перед соревнованиями очень всегда нервничала, поскольку я человек ответственный, и мне надо свою работу выполнить хорошо, тем более, когда столько сидит людей. То есть упасть это мне было стыдно, вот, то уже так, наверное, не хотелось нервничать именно, как на соревнованиях. Но я понимала, что подрастает уже другое поколение, которое тоже хочет выиграть. И оно уже почувствовало вот этот какой-то на зубок этот вкус, да, и, естественно, они будут все делать, чтобы выиграть. Поэтому я посчитала, что Бог мне дал олимпийскую медаль, дал шикарного партнера, тренерскую команду. Вот достаточно, не надо гневить Бога, занимайся другими делами. Ну, а вы вот, например, сейчас, если смотрите, удивлены, что Алина Загитова осталась? Вот она все, например, выиграла, а она все время катается. Это такой она кайф получает просто? Я думаю, что, наверное, да. Потом все-таки одному принять решение легче, потому что ты сам за себя все-таки отвечаешь, да. И она, она молоденькая, значит, она для себя, для спортсмена главное найти мотивацию, чтобы остаться. Значит, у нее какая-то хорошая мотивация. Я понимаю, Евгения Медведева, она олимпиаду. А чего Арту Дмитриев не ушел, когда выиграл первую свою олимпийскую медаль? Он еще остался на две олимпиады, понимаете? Может быть, она тоже считает, что... Тем более, следующая олимпиада была через два года. Через два года, да, они же, они как бы вернулись, все. Поэтому каждый находит себе свою мотивацию и свои... Своё потом у каждого какое здоровье, какие травмы там или нет травм. Поэтому это все человека зависит. У нас был еще, кстати, один фигурист, который все никак не уходил. Это Евгений Плющенко. И на олимпиаде в Сочи вы были чуть ли, может, единственные, кто сказал, что он поступил не по-мужски, снявшись фактически в день соревнований. Вот, с короткой программы. Вы тогда не жалели о своих словах? И Евгений как-то не пытался с вами объясниться? Он на меня обиделся, да, он на меня. Мне так показалось, обиделся. Сейчас у нас нормальные отношения. Ну, кто-то мне сказал, кто-то мне сказал уже, не помню. А чего слова ваши задели, значит? Наверное, да. Но потом я поняла, что все равно, наверное, спортсмен решает, что ему, как ему... Вот скажи, пожалуйста, это у нас с кафедрой фигурного катания. Почему Плющенко правильно в олимпиаде поступил или нет, что снялся? У вас сложные, провокационные вопросы. Вопрос такой, да. Ну, а какие должны быть? Я думаю, что вам никто однозначного ответа не даст. Даже сам Плющенко? Тут, наверное, надо знать ситуацию, в которой он так поступил. Я думаю, что в той ситуации, в которой он находился, он поступил правильно. Ну, вот, видите. Просто мне захотелось посмотреть, как Женя катает. Ты короткую и произвольно. Ну, видите, мы не увидели. А я же не увидела. Женя такой в командную. Да. Я вчера даже посмеялся немного, пересмотрел «Танцы на льду», шоу, которое начиналось, где вы были с Сергеем Селиным. Да. Мне кажется, вам дали самого такого партнера, который меньше всего, наверное, понимал в фигурном катании. И вообще, что это такое? Потому что остальные как-то были пары более-менее такие сбитые. Ну, да, да. У вас была самая такая юморная, я бы сказал. Спасибо. Долго вы учились, Сергей, сильно кататься на коньках вообще? Как он? Ну, он иногда ходил играть в хоккей там с нашими фигуристами. Ну, конечно, месяца, месяца, но он очень сильно похудел. Но он был, но он очень горел, он очень хотел, да. То есть мне кажется, что у него было самое необузданное желание вот научиться кататься, вот сделать что-то там, какой-то образ. То есть остальные были, мне даже как-то кажется поспокойнее. А вас поставили перед фактом, вот вы будете кататься с этим сильным. Это шоу. Да, да, никто не выбирал, это наставили перед фактами, так же, как и с Олегом Газмановым, так же, как и с Геной Букиным. Ну, самое трудное было Гена Букиным. Да, почему? Потому что он был, он высокий, не спортивный вообще, на коньках не стал никогда. А зачем он нашел? Слава, не знаю. И такая он как Пизанская башня, потому что он все время падал, а мне все время приходилось его держать. То есть не он у вас сейчас заловые? Нет, нет, это заблуждение. Девочки держат мальчиков, которые не умеют кататься. У меня уже даже, по-моему, руки от него болели. И долго вы с ним так мучились? Нет, вот с ним как раз мы недолго, наверное, месяца, два, 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 три. Но потом он уже стал как-то так завелся, стал как-то уже приличнее кататься, но все равно мы почему-то закончили. Сергей Селин тогда говорил, что вот я здесь, да, буду подчиняться, но если Оксана придет кило, то я, да, буду устроить, там она будет подчиняться. Действительно он тут срывался на вас? Ну да, да, он очень, я говорю, что он очень, очень, в отличие от, может быть, своих ролей, где он не особо, да, эмоционально, спокойный, да, здесь он прямо вошел в такой азарт и вражь, что он прямо очень хотел. Не движемся! Я думаю, вражаю! А вот те оценки, которые вам стали, это действительно было важно, вот вы так радовались, или это было такое немножко наигранное? Нет, вы знаете, это было важно, потому что когда начинаешь в этом принимать участие, да кажется, что как-то это шоу, там, туда-сюда, но, во-первых, не было ни одного там дубли, мы вот выходили, как мы откатали, так... То есть шансов у нас никаких, вот как ты, я не значила, точно так же, как, наверное, в спорте. А вот хотел вас спросить, вы преподаватель Лесгов-то, вот ваше отношение, вот очень много споров идет насчет методик вот этой Ретутберидзе, вот что у нее такая вот серьезный конвейер идет, кто не выдерживает, отсеивается, уходит, там, лучше остаются, как Загитова. Насколько это оправданно вообще, вот такой жесткий подход? Это так говорят, я же не знаю, что она им говорит, я же не нахожусь как бы в их команде. Я, например, более, я знаю, что с юниорами нужно все-таки более жестко, пока у них вот этот вот возраст, когда все-таки, когда человек уже начинает взрослеть, с ним уже надо больше как с коллегой, как взрослеть. Это в каком возрасте? Ну, вот, начиная, наверное, лет 16-17 уже все-таки... То есть Загитова уже только как с коллегой? Ну, я, опять же, я говорю, я не знаю, потому что я не знаю их отношения между собой. Это можно все, это слухи слухами. Ну, вы вот общаясь с молодыми ребятами, студентами, не чувствуете, что ментальность меняется, что уже как бы подростки не хотят, чтобы на них там кричали, чтобы воспринимали как равных? Я считаю, что та советская система, которая была у нас в спорте, она очень работала. И все равно очень... И даже для этого поколения будет работать? И даже для этого поколения, потому что нам нужно делать элементы, нам нужно, там, не знаю, худеть, нам нужно прыгать. Чудес не бывает, поэтому это все за счет дисциплины, за счет слушания тренера. Я считаю, что это все осталось еще. Фигурное катание безумно популярно в России. Даже вот контрольные прокаты показывают на Первом канале. Как вы считаете, если вот, когда все-таки уйдут Загитова, Медведева, останется фигурное катание таким же популярным? Или это просто эти две девочки своим соперничеством так раскрутили такой интерес? Популярным они все равно останутся, потому что, понимаете, были Плющенко и Ягудин, сейчас Медведева, Загитова, дальше кто-то появится, может быть, дальше это будут, не знаю, пары, понимаете, конкурированные способности, а может быть, это будут танцы, поэтому все равно интерес к фигурному катанию останется колоссальный, тем более какие сейчас растут, мы уже, наверное, будем смотреть, кто больше прыгнет четверных. Не кто прыгнет четверных, а кто больше прыгнет четверных. Сейчас очень много, кстати, шоу возят в фигурном катании, Авербуха, Навка вот уже отделилась прямой за свои шоу. Вас не приглашали в какой-то роли? Нет, меня не приглашали. Нет, меня не приглашали. Почему, как вы думаете? Не знаю. Вы не в какой-то, не в команде? Не знаю, честно скажу, не знаю, и как-то я об этом и не задумывалась. А есть какие-то, вообще, мечты воплотить какой-то образ, я не знаю, на льду? Нет, вы знаете, наверное, последний, мне очень нравилась песня «Не отвлекаются любя». В наше время мы не могли взять музыку со словами, то есть ее нельзя было катать. На показательных выступлениях, ну, мы в основном катались в Америке, да, как бы не особо, да. И когда у Тамары Николаевны был юбилей, по-моему, 70 лет, нам сказали, ребята, возьмите, пожалуйста, музыку, Таня Буланова будет петь, значит, а вы будете кататься. И нам дают это. А я понимала, что «Сатурм» это наше последнее совместное катание. И вот опять же, наверное, меня Бог услышал, и нам дают эту музыку. Я понимаю, что это последний раз с ним, потому что уже, ну, как бы уже в силу возраста, уже, ну, мы уже не катались. Но поскольку Тамара Николаевна попросила, мы не могли это, и была эта музыка. Ну, все, мои мечты все сбились, мне достаточно. Ключенко же мне в свое время рассказали, что вообще хотела маму его возить с кого-то, потому что денег нет, все, когда они вмешаны были. Все, мы поедем в Волгоград, у нас у всех не было денег, мы все практически там жили в коммунальных квартирах. Мы все ходили и сдавали бутылки, вспомните, из-под молока. А вот вы эти сдавали бутылки, а вот сейчас с Евгением Плющенко выкладывают в Инстаграме, там, где-нибудь 5 машин, яхта. И многие его упрекают, что вот как так вот кичиться своим богатством. А вы как относитесь? Может он себе позволить такое? Он же не украл эти деньги. Конечно, человек это заработал, он зарабатывал. Они с Яной оба работают, работают много, поэтому если они на это себе зарабатывают, почему нет? Они же, я считаю, что это абсолютно... И хорошо, что люди живут хорошо, те, которые все-таки... Сейчас, видите, такой большой разрыв у нас. Ну, они же все-таки, я считаю, он все-таки заработал своим трудом. То есть не украл, не ничего. Он работал с детства, там, с 4-х лет, и поменял город, и приехал сюда. Да, поэтому я считаю, что это... Да, я рада за людей, которые... Сейчас, кстати, так и работает его сын. Он выкладывает регулярно эти видеки с ним. И я, честно говоря, даже шокирован, как он делал растяжку сыну. Да. Ну, просто вы не были на тренировке у фигуристов, поэтому шокированы. Может быть. Ну, не стал ли мальчик таким заложником? Вот папа стал знаменитым, и папа хочет, чтобы мальчик стал еще более знаменитым, еще более успешным. Получается, за ребенка выбирают его судьбу, нет? А что, а что, а что? Во-первых, не такую плохую судьбу ему выбирают, правда? Будем надеяться, да. Поэтому, если он хочет быть еще лучше, чем папа, почему нет? Ваша дочка занимается спортом? Она занималась фехтованием, теннисом, но я понимаю, что спорт не ее. Шарапова, ее не получилось. Да, у нее было прозвище Шарапова в школе, ее называют. Почему? Да. Внешне или за счет... Как-то по всем каким-то... Или она кричала на корте, когда... Кричит она сейчас, когда повзрослела. За золото в нога на странах хорошо отблагодарила? Да, но случился дефолт в 96-м году, в 98-м, а наши деньги лежали в банке. И вы не успели, да, их взять? Жалели потом? Ну, конечно, да. Нет, нам отдали там какое-то там количество, но это нам отдали рубли, а не доллары. Жуть. То есть, получается, и все так... За все эти жизни надо платить. И видите, вот так спокойно Оксана Казакова об этом говорит, смеясь, да, 20 лет прошло уже. Ну, что делать? Тогда мы так не смеялись, да? Да нет, ну, конечно, было очень обидно, ну, даже где-то страшно. Это не рассказывали студенты? Не пугали? Рассказывали? Нет, а они уже немножко не понимают, что такое может быть, да. Как не понимают? Мы постоянно живем, как на плоховой бочке. Ну, немножко не понимают. Они сейчас, во-первых, слишком молоды, во-вторых, в этой жизни у них никогда не было. Они не понимают даже... У нас вот девочка у меня катается, ей 15 лет. Я говорю, у них программа Романа и Жульетта. Я говорю, Стася, я говорю, ты хотя бы прочитала книжку там, посмотрела фильм там, еще? Она, да, я все сделала. Но я не понимаю, почему он ей позвонить не мог? Она серьезно спрашивает? А то, что телефонов могло не быть, и она не допускает. Так мы ей говорим, так телефонов не было. Она говорит, ну, почему он ей не мог позвонить? Ну, как не было телефона? А вы скажите, что он мог по телеграфу отправить? То есть они не понимают. Они вообще уже... А то, что Романа и Жульетта вместе погибли, девочка, нормально вас понимает? Нет, про это вопросов не было. Но то, что да, почему она не могла позвонить? Сколько вообще в неделю вы на коньках стоите? Каждый день, кроме субботы. Каждый день, кроме субботы. А вот зимой ходите в такие открытые катки? В Петере много, нет? Нет, на открытые не хожу. Нет, ну, когда ребенок хочет покататься, иногда я с ней. Просто была такая, в случае тоже смешная. Ей было три года, и помните, был на Дворцовой площади каток? Заливали, да. Заливали. А я так боюсь, что она упадет, я за ней чуть ли не на коленях, там не падает. Ну, я как мать просто боюсь. И ко мне подъезжает инструктор, говорит, девушка, может, вам помочь научить ребенка? А то у вас ничего не получается. И саму идею, и вас тоже научить, да? Да, я сказала, спасибо. Я же даже речи потеряла. Я говорю, спасибо, но не надо. Не отрекаются любя, без жизни окончайся не завтра.